Всем тихой ночи! В этом видео мы разберемся с SCP-053, маленькой девочкой. И так как объект сам по себе небольшой, начну видео с чтения документации фонда. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. SCP-053. Следует содержать в помещении площадью не менее чем 5 на 5 метров и предоставлять ей достаточно места для передвижения. Игрушки, книги и прочие возможности для развлечения должны предоставляться в полноценном объеме и заменяться каждые 3 месяца. Надлежащее купание, смена постельного белья и медицинское обслуживание должны обеспечиваться постоянно. Еда должна предоставляться 3 раза в день. Также 2 раза в день разрешена легкая закуска, если SCP-053 этого попросят. Не допустим любой физический контакт с SCP-053 без полного защитного костюма и прикрытия для глаз. Ни при каких обстоятельствах не допустим зрительный контакт с SCP-053. Любой предмет, переданный SCP-053 персоналу, должен быть принят от нее, но после этого передан под карантин для тщательного исследования. Только один сотрудник имеет право находиться в комнате одновременно, и он должен быть застрахован с помощью стального троса. Все работники должны быть удалены из помещения, где содержится SCP-053. Спустя 10 минут после входа в комнату, любой сотрудник, начинающий проявлять признаки беспокойства, кричать или предпринимать попытки схватить 053, должен быть перемещен и поставлен на карантин. Любой сотрудник, совершивший попытку снять защитный костюм, также должен быть перемещен и поставлен на карантин. Запрещается приносить в комнату SCP-053, какие-либо острые предметы или огнестрельное оружие. Описание. SCP-053 внешне представляет собой маленькую девочку, возрастом около трех лет. Она владеет базовыми навыками речи, а уровень ее развития несколько превосходит средние показатели, характерные для ее возраста. Обладая достаточно приятным характером, она редко выглядит и печаленной, и начинает тревожиться только в присутствии групп людей. Абсолютно любой человек старше трех лет, посмотрев SCP-053 в глаза, дотронувшись до нее, или оставаясь поблизости от нее в течение более чем 10 минут, незамедлительно приобретает склонность к беспорядочным действиям, паранойи, а также насилию и убийству. Большая часть, а возможно все возникшие негативные эмоции, направлены непосредственно в адрес SCP-053. Субъекты, подверженные ее воздействию, стремятся убить SCP-053, предварительно уничтожив или удалив с места действия всех людей, находящихся в зоне их видимости. После причинения SCP-053 какого-либо физического урона у субъектов происходит сердечный приступ или припадок, и они умирают спустя несколько секунд. Регенерация у SCP-053 происходит почти мгновенно, какой бы серьезной ни была нанесенная ей травма. Похоже, что SCP-053 совершенно не осознает, какое воздействие она оказывает на людей, и не замечает подвергшихся ему субъектов. Но вопрос, касающийся этого воздействия, она оказалась не способна дать какой-либо ответ. SCP-053 – это очень старый объект, который находится в фонде достаточно долго. И, конечно же, ученые фонда нашли немало различных взаимосвязей с другими аномалиями. Эффект той особой ненависти, паранойи, тяги к насилию и убийству, который возникает у людей, взглянувших SCP-053 в глаза, был зафиксирован при изучении другого объекта – SCP-1129. Любое существо, взглянувшее на SCP-1129, испытывает всепоглощающий страх и истерию. Однако, если SCP-053 – это маленькая девочка, и, видя ее небольшой размер и кажущуюся безобидность, на нее предпочитают нападать, то вот SCP-1129 – это эталонная неведомая хрень, многомерное существо, та же описание которого крайне затруднительно, потому люди бегут от него в ужасе. Однако, если дать человеку, подвергшемуся влиянию SCP-1129, успокоиться, он так же, как и в случае с SCP-053, будет стремиться уничтожить объект, объясняя свое желание тем, что такое ненавистное твари не место в нашем мире. Ненависть и тварь не из нашего мира. В фонде уже есть один такой объект, который является воплощенной ненавистью, льющийся непрерывным потоком из другого мира. Это SCP-682, неуязвимая рептилия. И фонд, конечно же, однажды провел эксперимент, запустив маленькую девочку к рептилии. Результат этого оказался странным. Два опасных объекта вполне мирно провели отведенное на эксперимент время. Неуязвимая рептилия спокойно лежала, пока девочка рисовала на его панцире рисунки мелками. Это был первый случай того, что SCP-682 не попытался сожрать или разорвать другое живое существо. Фонд даже решил использовать это свойство девочки для содержания огромного ящера, ведь это куда проще, чем постоянно растворять монстров в кислоте. Но как же SCP-053 может быть похоже на SCP-682 или SCP-1129, ведь это многомерные существа, подпитываемые потоком ненависти, которая льется из-за пределов мира. А 053 это обычная девочка. Фонд выяснил, что она родилась у обычной женщины и поначалу жила совершенно обычной жизнью ребенка. Впрочем, SCP-682 тоже родился у обычной женщины, как мы это помним. Затем, когда девочка играла на детской площадке, произошел небольшой несчастный случай, и ребенок попал в больницу. После лечения мать начала замечать у своей дочери странность. Ей начало казаться, что она как будто другой человек теперь. И этот человек лишний в этой реальности. Это чувство разделяли лечившие ее доктора. В дневнике матери видно, что она чувствует, как что-то вселилось в ее дочь, и это необходимо уничтожить. То есть, возможно, дело не в самой девочке, а в каком-то паразите, который засел в ней. Один из рассказов дает достаточно интересный ответ на вопрос о том, что же это за паразит такой. Там написано, что это воплощение самой смерти, а неуязвимая рептилия в этом рассказе – это ее верный конь. Такой вариант взаимоотношения SCP-053-682, конечно, интересный, но более полную и логичную историю предлагает небольшой хаб под названием «Те, кто выжил». Суть этого хаба в том, что в шести главах перед нами раскрывается взаимосвязь маленькой девочки и потустороннего дракона. Начинается все с того, что девочку в очередной раз приводят к 682, чтобы его успокоить и сэкономить на дорогостоящих условиях содержания. Содержать один опасный объект при помощи другого не менее опасного, что может пойти не так. И ящер, собственно, и показал, что может пойти не так. Он использует ситуацию для того, чтобы объяснить девочке, что к чему. И монстр говорит ей, что ее дух такой же древний, как и его собственный. И она так же, как он сам чужак в этом мире. Разговоры эти, конечно же, ничем хорошим, во всяком случае для SCP не заканчиваются, потому что воспользовавшись тем, что фонд расслабился, ящер вместе с SCP-053 сбегает. При этом по беге девочка сидит на спине у огромного существа. По пути они заглядывают в камеру содержания уже упомянутого SCP-1129 и прихватывают его с собой. SCP-1129, как уже было сказано, это многомерное существо, и оно теперь служило беглецам-проводниками между мирами, легко перемещая девочку на гигантской рептилии между мирами. Во второй главе герои пребывают в свое родное измерение, однако дом родной оказывается не так хорош, как ожидалось. Этот мир пуст и безжизненен. Путники входят в огромный заброшенный дворец, от которого веет холодом, и встречают там, к своему удивлению, SCP-303, того монстра, который развлекает себя тем, что появляется за дверьми в одной из зон фонда и смертельно пугает тех, кто его встречает. Как оказалось, помимо этого своего занятия, он живет в родном мире неуязвимой рептилии, где бродит по пустым залам. Зубастый монстр говорит, а чего это вы, мол, сюда пришли? Вы же знаете, что тут ничего для вас нет, только холодные стены пустого дворца. Ящер с этим крайне не согласен. Он верит, что все еще может полноценно вернуться домой. Кстати, этого нигде не написано, но мне кажется, что эта локация это какие-то задворки аллогады. Собственно, раньше я теоретизировал на тему того, что ящера изгнали из нее. Так или иначе, в хитрой чешуйчатой главе зреет не менее хитрый план, и его реализацию мы видим в третьей главе. Вся троица отправилась в зону содержания, в которой находится SCP-354, Алое озеро, и погрузилась в красные воды объекта, в результате чего оказалась в странном измерении, где ящер начал целеустремленно двигаться по знакомому только ему пути. Сложно сказать, что он там рассчитывал увидеть, но на месте встретил лишь толпу монстров, которые в итоге заставили его бежать из мира озера. В общем, путешествия как-то не задалось, и персонажи вернулись в холодный пустующий дворец, и какое-то время там и жили, пока SCP-053 маленькой девочке во время прогулки по бесконечным коридорам и залам не послышалась странная музыка. Она пошла на ее источник и забрела в лабиринт с зеркальными стенами. Там ее начал пугать SCP-993, клоун Помпон. Убегая от нарисованного весельчака, девочка каким-то непонятным образом попадает в большую белую комнату. В этой комнате сидят две женщины, одна из которых объясняет маленькой девочке, что они использовали ее, чтобы родиться в нашем мире. То есть ящеру, видимо, помог родиться сразу крутым монстром Алый Король, а этим двум пришлось бюджетно вселяться в тело маленькой девочки, пока та лежала без сознания, ударившись о горку на детской площадке. Офигев от таких новостей, девочка приходит в себя и обнаруживает, что она лежит посреди зеркального лабиринта с ножом в животе, который ей туда успел воткнуть ехидный клоун. Однако девочка-то это непростая, а все-таки SCP-объект и умеет регенерировать, потому просто достает нож из себя и начинает петь песню. Клоун от такой картины пугается и убегает. Ну а мы из этого эпизода по сути узнаем происхождение объекта. Двум обитательницам какого-то параллельного измерения, возможно, что и Алла Гады, наскучила жизнь в их мире и они решили попасть в наш, но не придумали для этого ничего лучше, чем вселиться в ребенка, лежащего без сознания. Вот такие вот странные дела иногда встречаются в мире SCP. Всем пока!